Сергей Батурин – житель города Коркино. Он всю жизнь проработал шахтером, сейчас пенсионер. Несколько лет назад Сергей решил помочь своей 20-летней внучке Веронике, став ее поручителем. Деньги понадобились девушке на покупку дома. Представитель кредитной организации вместе с Вероникой приехали домой к пенсионеру. Все бумаги Сергей подписал на улице, прямо возле машины. Внучка моя родная, Батурина, была она раньше, взяла кредит у Каргина 100 тысяч. Мне дали подписать договор, я его не читал, подписал. И все, а теперь меня забирают в дом. А жить мне нельзя. Все. Через какое-то время внучка пропала, а с карты Сергея Батурина стали списывать деньги. Почти 50% от пенсии – это 8 тысяч. Тревогу мы забили год назад, когда нам Сергей первый раз сказал, что у них пришли повестки в суд. С его объяснением мы толком-то ничего и понять-то и сами не можем. Где-то что-то додумываем, где-то пытаемся что-то сделать, как-то что-то пытаемся выяснить. Обращались и туда, и сюда. У нас везде просто тупик получается. По всем вопросам. За два года с карты пенсионера списали почти 250 тысяч рублей. Но даже это не смогло погрыть долг и проценты, которые набежали. В начале июля к Сергею приехал представитель фирмы и заявил, что у него есть две недели, чтобы собрать вещи и съехать из дома. Недвижимость якобы забирают за долги. При этом Сергею не предоставили никаких документов. Сейчас он живет в доме с женой и еще тремя детьми. Дочка хотела рамы-то снять, она их покупала. Участковая сказала, ничего не снимайте, потому что это уже чужая собственность. Оказалось, что дом перешел в собственность бизнесмена, который владеет микрофинансовой организацией. Решение вступило в силу еще в 2019 году. Поэтому сейчас и единственный шанс – это попытаться решить вопрос через прокуратуру. Сейчас мы смотрим цифры, смотрим суммы. Конечно, кажутся вопиющим. Такие огромные деньги с него взысканы. Но так как это решение суда не оспорено, оно исполняется. И, конечно, с 2019 года нужно было включаться в процесс и пытаться оспорить. На первое время неравнодушные соседи сняли для пенсионера жилье. Часть семьи уже переехала туда. А дедушка в этой ситуации видит только один выход – просить милостыню.